Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня 29 апреля и мы продолжим нашу тему одежда. Нам необходимо повторить слова по теме одежды, repeat vocabulary, а также вспомнить, как описывать одежду людей. Describe people's qualities. Ну что ж, начнем наш урок. Let's start our lesson. И повторять мы будем с вами предметы одежды при помощи упражнений в рабочей тетради. Open your workbooks. Go to page 54. Let's do exercise 1. Откройте рабочие тетради на странице 54. Выполним первое упражнение. Let's read the task. Tom and Anne are buying clothes from an online shop. What is there in their bags? Look at the items marked with A and T and complete the lists. Tom и Anne покупают одежду онлайн. Посмотрите, что находится в их корзинах. Нам нужно закончить два списка. Список Anne и список Tom. Что же они себе хотят приобрести? Для того, чтобы определить, что же они выбрали, посмотрите. На каждой картинке в правом нижнем углу есть буква. Буква А означает то, что этот предмет одежды выбрала Анна. Буква Т означает, что Том выбрал именно этот предмет одежды. Вам необходимо записать эти предметы одежды по-английски. Не забываем также указывать цвет одежды. Например, давайте посмотрим, что первое выбрала Анна. Анна выбрала красные туфли. Поэтому под номером 1 вы запишите Red Shoes. Поставьте видео на паузу и выполните это упражнение в рабочих тетрадях. Упражнение номер 2. Запишите слова. Перед вами две категории. Клеудиза – одежда. Аксессуары – аксессуары. Вам нужно посмотреть на первое упражнение и записать слова. Подсказками служат первые буквы этих слов. Давайте вернемся к первому упражнению и посмотрим, какую одежду ребята выбрали на букву С. Это слова Skirt и слово Shirt. Поэтому вы в категории одежды Клеудиза запишите, где есть первая буква С. Skirt и Shirt. То же самое вы сделаете с категорией аксессуары. Давайте посмотрим. Например, аксессуар на букву Ти. Вернемся в первое упражнение. Какой вы видите аксессуар на букву Ти? Это, конечно, слово Tie – галстук. Поэтому вы запишите во вторую категорию, где в букву Ти слово Tie. Поставьте видео на паузу и закончите это упражнение письменно в рабочих тетрадях. Перейдем к третьему упражнению. A Look at the pictures. What are the people wearing? Итак, упражнение 3A. Посмотрите на картинки. Что делают? Во что одеты эти люди? Нам с вами нужно описать, что же надето на этих людях. Здесь мы с вами разделимся. Мальчикам нужно описать, во что одет Стив и Энн. Девочкам нужно описать, во что одет Билл и Мэри. То есть у каждого получится по два предложения. В качестве примера я вам записала, во что одет Джон. Джон носит голубую рубашку и голубые брюки. Также и вам нужно написать сначала имя. Далее is wearing, что означает носить сейчас в данный момент. Давайте вспомним правило. Когда мы говорим о том, что происходит сейчас в данный момент, мы используем форму глагола to be, am, is, are и инговое окончание у смыслового глагола. И дальше вы запишите предметы одежды, которые одеты на этих людях. Не забываем ставить артикль э перед существительными в единственном числе. A blue shirt. Но если существительное во множественном числе, об этом говорит окончание s, то мы артикль ставить не будем. Поставьте видео на паузу и запишите каждый по два предложения. Еще раз. Мальчики описывают Стива и Энн, девочки Билла и Мэри. Задание B. What are you wearing now? What do you wear when this cold war? Здесь нужно записать два предложения о себе. Что вы носите сейчас? И что вы одеваете, когда холодно или тепло? Для того, чтобы ответить на первый вопрос, нам нужно начать предложение со слов. I am wearing – я ношу. Перечислить предметы одежды и записать слово сейчас. Например, I am wearing a dress now. На мне сейчас надето платье. Запишите, пожалуйста, ответ на этот вопрос письменно в рабочей тетради. И второй вопрос. What do you wear when it is cold warm? Что вы одеваете, когда холодно или тепло? Здесь мы уже говорим о действиях, которые происходят не сейчас, в данный момент, а мы говорим о том, что мы делаем обычно, регулярно, постоянно. Поэтому и глагол, посмотрите, здесь будет. Если мы говорим о себе, то мы просто будем использовать глагол без каких-либо окончаний. Я надеваю резиновые сапоги, когда идет дождь. Так же и вам нужно написать When it is cold, когда холодно, I wear, я ношу. И перечислить предметы одежды. Если вы хотите написать, когда тепло, я ношу, то вместо слова killed напишите слово warm. Пожалуйста, запишите ответ на этот вопрос в своей рабочей тетради. Я думаю, у вас у всех получилось выполнить эти упражнения. Перейдем к домашнему заданию. Home task. Итак, посмотрите. Перед вами QR-код, а также ссылка, которая отправит вас на видео. Вам необходимо посмотреть видеофрагмент с 49 секунды до 2 минут. Именно по этому видеофрагменту и будет домашнее задание, упражнение. Вам нужно будет записать 6 предложений, добавив в них недостающие слова из видео. Обратите внимание, что в видео будет слово pants. Pants – это то же самое, что и trousers – штаны, брюки. Только trousers – это британское слово – брюки. А в Америке используют слово pants для того, чтобы сказать о брюках или штанах. Вам нужно будет записать все 6 предложений полностью в свои рабочие тетрадки. Выполненное домашнее упражнение, а также классную работу. Сфотографируйте, пожалуйста, и отправьте своим учителям на проверку. Сфотографируйте, пожалуйста, и вам нужно будет записать все 6 предложений. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!